Всем привет, меня зовут Сергей Король, я редактор, а у нас на связи Станислав Орехов, дизайнер, преподаватель. А можно преподавателем называть вообще? Можно называть. Хорошо, и мы продолжаем нашу небольшую серию видео, в которой мы со Станиславом разговариваем о разном. И сегодня хочется поговорить о ценообразовании. Мы будем говорить не только о ценообразовании дизайнеров, но вообще любых людей, фрилансеров. Я фрилансер, я поговорю о себе, меня тоже волнует. И, собственно, вводная такая. Вот я фрилансер, редактор. У меня ко мне приходят разные клиенты. Станислав, как правильно оценить свою работу и как правильно подать свою цену клиентам? Ну, для того, чтобы понять, как правильно, что ты подразумеваешь под правильностью? Ну, я немножко сделаю дисклеймер. У нас со Станиславом возник спор. У меня подход такой. Вот ко мне приходит клиент с задачей. Я смотрю на эту задачу и думаю, за сколько мне бы ее хотелось сделать, за сколько мне комфортно сделать. Условно, за 10 тысяч. Я называю заказчику 20, к примеру, или 30, или 50, как захочу, какое мне настроение будет. Станислав с этим не согласен. Так, Станислав? Нет, я согласен, но это просто один из подходов. Просто когда ты выбираешь любой подход в чем-либо, ты с одной стороны, знаешь, как в сказках, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, что-то еще потеряешь или приобретешь. То есть, нету правильных способов, ты просто выбирая этот способ, скорее всего, ты лишаешься чего-то другого. Соответственно, нужно понять, что тебе ближе. То есть, твой способ мы можем разобрать, можем разобрать другой способ. А какой способ выбирать, это уже твоя задача. Погоди, а какие еще есть? Давай сразу. Ну, давай. Вот ты назвал способ, когда ты смотришь, насколько тебе комфортно делать задачу человеку, ну, либо насколько он платежеспособен, насколько ему комфортно платить тебе дорогую цену, допустим. Да, так я понимаю. В целом, да. Кажется, я пытаюсь понять, могу ли я оказать ему пользу на 50 тысяч рублей, или моя польза будет для него стоить 30. Ну, это эмпирически просто происходит. Ну, сейчас ты немножко перефразировал, и ты хочешь, чтобы так было, и так и должно быть на самом деле. Сможешь ли ты оказать пользу? То есть, так пишешь в умных книжках, и ты сейчас это как бы процитировал. Как Максим Лехов говорит. Возможно, да. Примерно так и должно быть. Но по факту задал ты тему другую. Задал ты тему, что, значит, смогу ли я с него взять побольше денег. Ну, как бы желание такое, а по факту надо действительно пользу идти. Вот. Здесь уже небольшое разночтение. И на самом деле вот тот подход, да, когда ты можешь оказать пользу, и чем больше ты оказываешь пользу, тем больше человек тебе будет платить. В этом смысл. И второй подход, давай его тоже рассмотрим, то, что я предлагаю, это сделать продуктовую линейку. Это, по сути, градацию тех полезных вещей и материалов, которые у тебя есть, уже отработанных, допустим, какие-то кейсы, которые ты можешь предоставить, и которые человек может самостоятельно изучить, для того, чтобы не тратить твое время на переговоры. Потому что вот это вот понимание, насколько ты будешь полезен или не будешь полезен, оно отнимает время, и, соответственно, у тебя получается, ты еще не начал работать, да, а уже начал терять время и деньги, ну, начинаешь злиться по этому поводу, если сделать не состоялось. Тут ты перекладываешь ответственность выбора на человека, и, соответственно, он выбирает. То есть теряешь ли ты при этом возможную прибыль? Да, возможно, теряешь, но при этом ты что приобретаешь? Свободу, то, что тебе не нужно с каждым персональным договариваться. Согласен? Слушай, нет, я не согласен, все равно приходится договариваться. Ну, вот смотри, есть у меня прайс, условно, там, лендос стоит 20 тысяч рублей. Ко мне приходит заказчик и говорит, Сергей, я хочу лендос, куда 20 тысяч рублей скинуть. А у меня там куча другой работы, я понимаю, что я сейчас не могу прямо вот сейчас сделать ему лендос, но я могу сделать, если он мне 50 заплатит, к примеру, я там подвину какие-то сроки, в выходных поработаю. То есть все равно приходится договариваться, переговариваться, нет? Но это можно в расписание написать, что работа, знаешь, как сверхурочная работа стоит там умножить на 2. То есть, типа, внести это тоже в прайс? Ну, ты в правила работы просто описываешь, говоришь, да, ребята, я занят там до такого-то числа, вот мои свободные, знаешь, как на запись там в салон красоты или там к доктору у тебя есть запись какая-то определенная. Ты видишь, когда человек свободен, когда человек занят. Соответственно, ты можешь в это либо подгадать, либо он говорит, смотри, если ты не подгадываешь мои свободные часы и минуты, да, то тогда ты можешь ночью прийти, у меня ночью двойной тариф, типа, я ночью фрилансер. Слушай, у меня про это есть даже небольшая история. Когда-то в 2014 году я такую систему реализовал. У меня был пост в блоге, он назывался «Продаю свои слоты». Я назвал это слотами, ну, по-английски, как бы, такие, как бы, единицы времени. Я почему-то эту систему придумал для себя, когда видел, как рекламу продают всякие блогеры. Вот, мол, у меня есть, там, пять слотов в месяц. Но был полный крах вообще. Я, может, что-то неправильно сделал, я просто расскажу, в чем был крах. Во-первых, ко мне люди приходили и говорили, Сергей, слушай, нам нужно сделать лендинг. Тебе там на два часа работы, куда четыре тысячи рублей скинуть? Ну, типа, как бы, они сами пытались оценить мои треза затраты. А, во-вторых, были люди, которые говорили, Сергей, вот, хочу консультацию на 40 минут, там, на час. Вот, давай мы сейчас с тобой 40 минут поговорим, у меня же останется еще 20 минут, правда, я могу потом когда-нибудь их взять? Ну, то есть, чувствуешь себя чем-то средним между отелем, там, элитной проституткой, прости господи. Ну, и в-третьих, были люди, которые покупали консультации, но я понимал, что я не хочу с ними работать, мне некомфортно, мне неприятно. Они продавали какие-то мутные схемы, MLM-туров, а я, как бы, они уже купили, а что я, как бы, думал, сиди давай, кивай. Короче, это все крах, я настолько, это даже стало шуткой в интернетах, слоты короля называлось, я удалил этот пост, и люди до сих пор меня вспоминают. Короче, в чем, вот, типа, не сработало. Ну, во-первых, если стала шуткой, это уже успех, зря ты удалил, с этим можно работать, это прям самый кайф, да, то, что может быть. То есть, это, мне кажется, стоило вообще того, чтобы затевать. То есть, это первый такой момент. Второе, то, что, ну, как бы, скорее всего, ты просто прописал, что вот оцениваю свое время каким-то образом, и вот ценители моего таланта могут его купить. Действительно, ты правильно себя оценил, когда ты оцениваешь только свое время, а не пользу, ты оцениваешь себя, ну, вот таким образом, как ты сам сказал. Значит, что делать, чтобы этого не было? Нужно не время оценивать, желательно, а желательно оценивать эффект, да, который ты донесешь. Опять же, мы переходим к продукту. Что такое продукт? Это сформулированный какой-то готовый результат, который можно пощупать. Чтобы был продукт, его надо создать. Создать продукт сложно, да, поэтому многие вот как-то пытаются именно таким образом значит, либо время оценить, либо еще что-то. То есть, я понимаю, что реально продукт сложно сделать. Это сложная задача, и ей нужно учиться. И то, что там ей не учится, соответственно, вот, работай в такой ситуации, в которой ты оказался. То есть, решением вот этих всех вопросов, это создание продукта. Если тебе интересно, могу рассказать, как их делать, что надо делать. Ну, погоди, слушай, ты говоришь с точки зрения дизайнера интерьера, где продукт готовый, и прямо вот ты всегда можешь его показать. Я редактор, мой продукт текст, и я не всегда могу гарантировать результат этого текста. Но это большой вопрос в целом. Типа, я могу написать текст, но он может там не принести продаж, или я могу эти продажи, очень трудно их измерить на самом деле, эффективность, трудность своей работы понять. Давай определим, что продукт – это не есть результат. Продукт – это то, что можно пощупать, у которого есть стандарт качества определенный. Это не результативность. Оценивать в плане результативности – это вообще еще шаг выше, это уже умножить на 10 свой доход. Сейчас мы говорим просто о базовой версии. Да, правильно, втираешь руки. Базовая версия – это хотя бы понять, что ты делаешь и какого качества это будет. Если ты говоришь, давай сейчас вот с твоей ситуацией разберемся, у тебя есть какие продукты бывают? Лендинг, наверное, да? Что еще может быть? Ну, статьи. Давай просто… Это очень… Статья, книга. Ну, вот, например, давай три этих разберем. Лендинг, статья и книга, да? Да, ну, допустим. Но есть еще разные, но в целом сейчас можно их не трогать. Вот, допустим, три. Лендинг стоит там 20 тысяч, сказал? Статья стоит там, допустим, не знаю, сколько… 15, давай, скажем. 15 статью, наверное, много, наверное, около десятки. Да, и книга, например, там сколько там? Сотку, да, допустим? Допустим, да, давай. 10, 20 и 100. Это понятные, конкретные цифры, которые я могу как бизнесмен, либо как заказчик вообще как-то оценить, пощупать, потрогать и понять, готов ли я платить за этот продукт, который ты мне предлагаешь, эти деньги. Когда я понимаю, что, допустим, я выбрал для себя стратегию, для чего заказывают статьи. Как ты думаешь, для чего заказывают статьи? Ну, в моем случае, типа, компании заказывают их для пиара, например, и публикуют разных медиа, чтобы получить какой-то пиар-выхлоп. Ну, то есть, контент-стратегия, да, получается, они пользуются в продвижении? Да, да. Вот, соответственно, им нужно сколько-то статей, ну, не важно сколько, 10 статей, допустим, ну, допустим, заказывают они. И что мы тут видим? Мы видим, что человеку, представителю компании, он считает, мне нужно 10 статей, значит, стоит мне это будет с Сергеем Королем сотку, допустим, и тут же он считает, насколько он с помощью этих статей сможет привлечь внимание аудитории. Будут ли продажи? Не будут. То есть, он соединяет твой продукт, надо понимать, что твой продукт – это не финальная часть, это твой продукт – это стыковка к чему-то еще. Ты не знаешь и никак не можешь, ну, как бы, реагировать на то, к чему они там это пристыкуют. Допустим, если там у них талантливые маркетологи, они из твоих 10 статей за 100 тысяч рублей сделают себе там миллион, 2, 5 или 10, то есть, ну, как бы, значит, они молодцы. Поэтому ты здесь действительно не можешь посчитать и никаким образом, ну, не понимаешь, да, ценообразование. Другой стороны, ну, это, допустим, клевый, да, клиент, который пришел. Клиент может прийти, у которого нет таланта, да, конвертировать статьи, он услышал где-то на каком-то курсе, да, что надо делать контент-паркетинг, пришел к тебе, заказал, 3 статьи, заплатил 30-ку, у него ничего не сработало. Он что скажет? Не что, что он неудачник, а то, что у тебя статьи плохие, соответственно. Примерно так. Слушай, есть вот в этой такой концепции продуктов с фиксированной ценой проблема. К примеру, приходит ко мне заказчик, говорит, Сергей, хочу книгу. Я ему говорю, смотри, вот книги такие делал, стоит сотку. Он платит мне сотку, а я с ним за этой книгой мучаюсь год. У него, допустим, нет продукта, он сам не пут... У меня был такой клиент, кстати, серьезно. Вот я писал книгу, предприниматель крупный, занимается продажами сложных IT-систем для всяких там банков. Мы с ним созванивались, провели сессии, наверное, 30 по часу. И в итоге я написал ему книгу, он говорит, нет, это все не так, здесь нет моего стиля, нужно все переписать. Вот здесь нужно... Короче, как бы он мне сотку-то заплатил, а майю-то я с ним год. И в итоге у нас вообще не вышло с ним ничего. Ну, то есть, как бы... То есть, я к тому, что эта услуга, она трудозатраты-то мои, возможно, и не оценивает. Как быть-то? Ну, значит, ты не оценил свои трудозатраты. Для этого и нужен продукт. Он нужен не только для того, чтобы представить его клиенту. То есть, ты представляешь, допустим, статью, либо книгу, ты говоришь клиенту, смотри, что я делаю. Посмотри, вот моя книга, вот мой лендинг и вот моя статья. Тебе это подходит? Если не подходит, давай сядем, обсудим, да, почему я это делаю, как я это делаю. Вот ты ценитель, условно, моего таланта или не ценитель? Он должен сказать, да, я ценитель, я пришел к тебе, потому что верю, что ты сделаешь все круто. Ты должен этого ответа добиться. Как только... Да, что? Ну, он ценитель, но он мудила при этом. Ну, то есть, у него нет, допустим, знаний в голове. Но я не могу это оценить, пока мы не начали работу. Это не важно. Ты зафиксировал то, что он ценитель, и, значит, он у тебя заказывает определенный продукт. Тебе не важно, что он думает, что он чувствует. В целом тебе все равно. Тебе нужно свой договор, свой контракт завершить. Дальше ты говоришь примерно следующее. Окей, смотри, я тебе показываю продукты. Если ты думаешь, что он думает, что он будет там что-то продавать или покупать, ты можешь эти возражения тут же снять. Говоришь, я делаю этот продукт, как ты его будешь использовать, сколько ты с этим заработаешь, меня не касается. Давай с этим тоже раз и навсегда решим. Ты с этим согласен? Но это если ты видишь, что он как бы немножко не в адеквате. Чем больше человек восторженно, фанатично к тебе относится, тем больше его нужно как бы здесь осаживать. Ты говоришь, окей, ты точно подумал, условно, что тебе надо купить? Точно подумал, что тебе эта стратегия поможет? Я говорю, да, точно. Ты говоришь, хорошо, ты взрослый человек, касса здесь, плати. Он тебе платит. Дальше ты пишешь, как ты захотел, в соответствии с твоим продуктом. Дальше он к тебе приходит, начинает конючить, что что-то не то. Ты говоришь, дружище, мы с тобой договаривались? Договаривались. Продукт ты видел? Видел. Качество ты видел. Я тебе сделал? Подходит, условно, по ТЗ? Не подходит. Если тебе что-то не устраивает, то, возможно, ты поменял ТЗ свое, то есть ты поменял в процессе. Реально так бывает. Ты говоришь, ничего страшного, так бывает, что ты в процессе передумал. Давай посмотрим, этот способ или нет. Второй момент. Ты оценил меня или мой талант неправильно. Соответственно, это твой риск. Я тебя предупреждал. Ты смотрел, почему я должен отвечать за тебя. Иди выбери другого фрилансера или кого-то и делай, пиши с ним. Третье. Ты до сих пор сам не понимаешь, что тебе нужно и для чего. У меня, ты меня пойми тоже правильно, у меня есть задание от тебя. Мы с тобой его обсудили. Вот оно записано на бумаге. В договоре. Раз, два, три. Значит, я понял задачу так. Ты видел, что я делал, я тебе сделал то, что заказал. То, что не получилось, как по твоему мнению, это твое мнение только. Хочешь поменяем, ну как бы давай новое ТЗ, мы его заново напишем. Либо, ну, собственно, ты, как только тебе идут вот такие претензии, ты смотришь на ТЗ. Скорее всего, продукта не было у тебя изначально, то есть у тебя не было стандарта качества. Да, почему вот мы когда книгу пишем, для чего я это делаю первый раз обязательно всегда. Я делаю продукт. Чтобы потом сослаться и сказать, мы делаем вот это, тебе это подходит? Да. Тогда заказывай. Если нет, тогда извини. Ну, как бы, иначе мы нарываемся не на то, что мы делаем работу, а на то, что должны объяснять, что именно эта работа хороша. Вот объяснение, то, что эта работа хороша, она стоит денег. Надо это дорого объяснять. Проще сделать, чем объяснить иногда бывает. Я понял тебя, хорошо. Но, в целом, система, я с ней согласен, она разумная. Единственное, что вот я по своей практике иногда бывает в таких ситуациях, когда у меня был однажды когда-то клиент, я писал книгу про обучение детей олигархов за рубежом Великобритании. И поняв, что заказчик сам не очень, типа, понимает, что ему нужно, мы там с менеджером, которым этим проект вели, он занимался дизайном, я текстом. Мы переключили работу с ними по недельную оплату. Условно, он мне платил 25 тысяч в неделю. И мы с ним договорились, что вот, пожалуй, хоть до второго пришествия мы будем писать эту книгу, пока у тебя деньги не кончатся. И вот кажется, что это как-то у него что-то внутри щелкнуло, он понял, что он начал просто терять деньги, как бы двигая там какие-то абзацы. И он сразу все финализировал. Ну, отличный тоже отличный вариант. Не знаю, как. Хорошо. Ты сейчас называешь повременную оплату. Давай прокомментирую, звук запаздывает, прошу прощения. Значит, повременная оплата, она отлично работает, когда ты не понимаешь, когда у тебя нет как раз-таки продукта. У меня тоже всегда, когда я начинаю новую тему, у меня нет сформированного продукта. Допустим, делаем ли мы там тест какой-нибудь определенный, книгу пишем. Это для меня новая тема, я там в редактуру пошел там условно год назад. И я вообще ничего не знал об этом, пока не стал понимать, сколько, как должен выглядеть результат, сколько он стоит и какая производительность там у меня, у редактора, у копирайтера, ну, у всех, в общем. То есть мне нужно было это понять. Вот, соответственно, пока я это не понимаю, я всегда плачу за время. Да, это мой риск. То есть первая книга или там первые материалы какие-то, они уходят в минус. Всегда. Ничего страшного. Если я планирую это делать в долгую, а не просто так, то это имеет смысл. Если я планирую просто заказать один раз, допустим, я какой-то автор, мне нужно один раз книгу или там 10 статей записать, и у меня больше не будет контент-редакции, мне нужно для одного проекта. Тогда мне выгодно найти самого какого-то крутого спеца, ну, насколько у меня денег хватит, и просто ему заказать, не погружаясь, не лезя в его работу. С дизайном то же самое. То есть зачем? У нас есть клиенты, которые лезут в детали, да, когда заказывают, и потом лезут в каждую там запятую. Как бы окей, его право, но мы просто объясняем, что, значит, у нас есть этапы согласования. Если ты хочешь лезть и каждую деталь согласовывай, то ты можешь дополнительно это оплатить. Тут ничего страшного нет. Вот кто-то соглашается, кто-то быстро, как ты говоришь, понимает, что деньги кончились, и надо вот в процессе работать. Так, хорошо, спасибо. Так, слушай, мы с тобой обсудили, что есть вариант, когда мы описываем стандартные услуги, и предлагаем человеку заказать их, прописываем для каждой услуги ТЗ, и в случае, если клиент недоволен результатом, мы показываем ему ТЗ и говорим, там, извини, вот, сделали как хотел. Это первый способ. Есть второй способ, который иногда я сам на себе замечаю, что когда ты смотришь в окно в жалюзи, на какой машине приехал клиент, и пытаешься понять, дорого ли у него 100 штук, или может ему 300 сказать. Вот, это второй способ. Я честно скажу, что я очень редко им пользуюсь, потому что у меня слабый скилл переговоров, и я часто замечаю, что очень состоятельный клиент начинает жмотиться и буквально пытаться продавить меня там до копеек, хотя я не знаю, зачем ему, мне кажется, что ему все равно он пойдет бутылку вина за такие деньги, купит к обеду. Это типа чего, не азарт, что ли, просто заплатить немало? Ну, ему не все равно, это не азарт, это бизнес-составляющая, это то, что сделало его успешным, умение просчитывать разные варианты. То есть, есть люди прижимистые, ну, реально, да, которые там прижимистые, есть люди, которые, ну, примерно деньги считают. Вот, и, соответственно, тут непонятно, да, кто там тебе встречался, как бы я действовал. Я бы, даже если у меня было очень много денег, я бы не платил, потому что, ну, во-первых, деньги они развращают, да, зачем? Человеку платить больше, ну, как бы это ничего хорошего не приведет и не принесет. Ни ему, ни мне. То есть, надо платить себе нормальные деньги, ну, которые, которые, как бы в индустрии стандарты, да, есть. Можно выше платить, ну, чуть-чуть больше по рынку, если человек тебя полностью устраивает. Вот, соответственно, это нормальная история. Я не знаю, какие у вас были взаимоотношения. С другой стороны, когда ты пытаешься оценить человека по, там, внешнему виду или на чем он ездит, ну, как бы ты же все равно, ну, не узнаешь, откуда и как у него, какие у него в голове, там, эмоция и какие у него в голове закидона, да, значит, ты никак не поймешь, чем ты рискуешь. Ты, возможно, в какой-то ситуации сможешь сорвать куш, да, вот я привожу всегда пример. Так действуют таксисты на вокзале, да, когда есть там уже Uber, да, допустим, они такие, вот не буду пользоваться, буду сидеть, ждать, пока кто-нибудь приедет, там, и за три цены поедет, там, по городу покататься. Да, они там, типа, зарабатывают один раз в жизни, один раз в месяц, да, но зато там куш срывают. Вот. Это тоже нормально, да, но зато остальное время они получаются простаевы. Вот. Есть другая, ну, работа и вообще другая деятельность, когда ты не тратишь на это время, ты делаешь свою работу хорошо, ты, ну, по сути даже, ну, как это называется, эмоционально и кармически тоже очень правильно, и к себе, и к людям относишься, ты не делаешь обмен с превышением, там, в твою сторону. И ты не делаешь, как бы ты должен, чтобы тебя рекомендовали, ты должен делать обмен с превышением в сторону клиента, чтобы он получал больше, чтобы ему казалось, скажем так, чтобы он получал больше, чем заплатил. Тогда он будет советовать. Это просто выгодно. Вот. Поэтому это не очень хороший способ, лучше его в долгосрочную не использовать. Так, я понял, спасибо. А как, есть еще какие-то способы оценить свою работу? Ну, способ оценки работы, она, если ты делаешь просто работу, да, любую работу, она оценивается по часам, какую бы работу ты ни делал. Если ты хочешь умножить кратно свои доходы, в принципе, не до неограниченного количества раз, то твоя задача уже делать более сложные продукты, то есть после того, как научился делать обычный продукт, там, оценить лендинг, оценить статью, оценить книгу, твоя задача сделать так, чтобы клиент с тобой денег заработал. Объясню. Ну, к примеру, если ты делаешь книгу, ты не просто книгу делаешь, ну, допустим, там, за 100 тысяч, ты говоришь, мы тебе сделаем книгу, 100 тысяч ты сейчас вносишь, там, с вероятностью 80%, подтверждено там отзывами, результатами, гипотезами и так далее, значит, мы тебе вернем твою инвестицию в треекратном размере, в течение полугода. Это уже интересное предложение, согласен? Ну, оно согласен, если вы можете гарантировать это, а если это просто психологня какая-то, нет? Можешь гарантировать? Ну, твоя задача придумать такое предложение, каким способом ты будешь это... не предложение, это твой продукт, следующий продукт, более сложная услуга, с помощью которой ты будешь это гарантировать. То есть если у тебя есть возможность это как-то гарантировать, я не знаю как, может быть у тебя там, тут может быть все что угодно, какие у тебя ресурсы есть. Может быть у тебя есть там знакомый, который тебе поможет это разложить, допустим, как я, я могу любую штуку переупаковать в сложное предложение, более дорогое, и расписать тебе план на внедрение, что тебе нужно, чтобы это обеспечить. Ну, к примеру, когда я делал книгу, она у меня там купилась за две недели с помощью техник, которые я по совету использовал, хотя я тоже не умел, у меня не было продающей вот этих способностей. Но я быстренько научился, и я понял, что я не хочу платить деньги сам, я хочу, чтобы в книге появились партнеры, с которыми мы вместе разделим эту часть. Вот, соответственно, я научился, и все довольны. Сейчас книга вышла, и довольны я, и довольны мои партнеры, все получили тот результат в плане известности, продаж и всего остального, на что рассчитывали. То есть твоя задача, по сути, если ты хочешь увеличить доход свой, если мы говорим о деньгах, не пытаться в часах это измерять, а поменять подход именно к созданию продукта. Но это возможно после того, как у тебя есть твердый продукт, а потом ты уже туда продажи включаешь. Очень большая проблема у творческих людей, да и вообще у людей практически всех фрилансеров, что они считают, как мне получить какую-то оплату или денег, и меньше думают о том, зачем это клиенту, и может быть, ты можешь клиенту помочь даже больше. Он, может быть, не знает, как вообще книгу выпускать, ты ему пишешь книгу, а он вообще не знает, что с ним делать, он ее на полку положит, и у него она будет как просто таким напоминанием, что он зря постратился там 100 тысяч эти. В целом я согласен, о чем ты говоришь, кажется, что у многих фрилансеров есть такой, я называю это эффект саранчи, ну типа кажется, что полей много, можно летать бесконечно делать, вот там, можно каждый раз к новому заказчику, и полно айтишников там в мире-то. Вот, я понимаю, о чем ты говоришь, но это кажется пока довольно сложной вещью, например, потому что нужен кейс, нужен опыт этого продажи, нужно уметь продавать, например, там, или заниматься маркетингом. Тоже не каждый может это сделать, а писать текст легко. Нет, это абсолютно точно нет. Вот тебе писать текст легко, а представь, человеку писать текст сложно. То есть я знаю очень большое количество людей, там, замечательно. На этом и живу, так сказать. Да, поэтому вот то, как тебе текст писать, так же ты можешь получить навык, там, продаж, маркетинга и всего остального. Почему это можно сделать? Потому что это только навык. То есть тебе не нужно быть там супер-гением, да, и в чемпионате по продажам участвовать и в целом вообще. Тебе нужно брать некие основы просто знать и умение, собственно, их применить там к себе. В этом-то и заключается, вот почему там спрашивают, там, почему у одних там, одни взлетают, а у других там не сильно, да. Не в таланте дело, а в умении соединять разные сферы. Я пришел к тому, что, ну, почему мы дизайн там, допустим, почему у нас заказывают крупные там девелоперы, допустим, ну, сейчас там еще там тендеры нам две штуки пришли. Почему у нас заказывают, да, а у других, ну, как бы не заказывают. Это не потому, что мы лучшие дизайнеры, а потому что у нас правильный подход, клиенты ориентированы, потому что мы умеем там договариваться в процессе, да, и мы умеем, в общем, можем назвать это клиентский сервис, да, но по факту это понимание задач клиента и понимание там, с чем он столкнется в плане реализации. Они это видят на одном, на двух, на трех, на пяти проектов, которые мы сделали там для них за несколько лет, соответственно, заказывают. У них и задачи нет, кого-то искать. Вот, это навыки, которые, ну, как бы, если ты хочешь развиваться, в твоих обязанностях выучить. Это несложно. Да, это займет там, условно, каждый навык там один-два месяца займет, но за год ты все шесть навыков выучишь у себя. Я по себе могу сказать. Великие семь навыков Станислава Орехова. Ну да, я по себе же могу сказать, я продажами вообще не занимался, я имею в виду прямыми, но как только я понял, что прикольно, у меня заняло месяц, чтобы в себе эту тему, ну, прокачать каким-то образом. С января по март у меня уже купилась книга, да, я эту внедрил тему. Да, я там заплатил, условно, денег, вниманием, то есть у меня, короче, обязательно нужно кого-то находить, кто будет помогать, но если я загорелся этой темой, я ее внедрил. Не потому, что я самый умный, просто, ну, я стал действовать в этом смысл. Я понял. Слушай, вот у меня есть знакомый, у него есть такая концепция в работе с клиентами, он считает, что быть клевым парнем важнее, чем быть профессионалом. Человек платит не только за работу, кажется, что работу многие могут сделать, а он платит за то, что с ним по душам могут поговорить, что он клевый, он общительный, он поддержит клиента. Такой полукопирайтер он, а полупсихотерапевт. Это имеет вообще право на жизнь или нет? Право на жизнь или нет? Да, конечно, имеет, это отличная история, потому что, ну, платит как раз-таки, скажем так, работу делать многие могут, а вот быть хорошим парнем очень мало кто может. Если и то, и другой соединяется, то это вообще прекрасно. Я, ну, как бы есть разные люди, да, которым нужны конкретные результаты работы, а есть люди, которые хотят пообщаться, поболтать. Для них это важнее. То есть, может быть, в процессе даже разговора они что-то для себя понимают. Почему с психотерапевтами, с психологами общаются? Вот тебе просто правильные вопросы задают, потому что он тебе ничего не придумывает. Ну, к коучу какому-нибудь сходишь, он тебе не будет ничего придумывать. Он тебе будет задавать вопросы просто, а почему ты так считаешь? А что тебе это даст? И будет заставлять тебя отвечать на эти вопросы. И отвечая на эти вопросы, ты сам поймешь вообще очень многое про себя. Вот, примерно то же самое. То есть, общаясь с каким-то человеком, ну, я думаю, может быть, так и действительно сказать, как психотерапия какая-то, но это неплохо, это хорошо. Потому что понять себя очень сложно. Это, наверное, одно из самых сложных вещей, которые есть. Хорошая иллюстрация этого, если тебе надо чужой продукт описать или там в чужом тексте, ты тут же видишь ошибки. А в своем ты, ну, как бы читаешь и не можешь вообще ничего понять, у тебя глаз замылился. Вот, а в чужом легко, а так же и в себе. То есть, это текст, а это вот ты сам, как бы тебе тоже очень тяжело. Поэтому вот открытая позиция к миру, открытый взгляд со стороны очень важен. Допускать, что другие видят себя по-другому. Я понял, спасибо. Хорошо. Слушай, а скажи, вот, мне кажется, мы потихоньку уже подходим к концу, но все же еще есть пара вопросов. Вот скажи, у тебя не было никогда такого чувства, что к тебе приходят клиенты, ты знаешь, что он прям очень состоятельный, и ты догадываешься, что деньги для него вообще мало что значат. Ты вот, неужели тебе не было желания так накинуть пару концов, так сказать, сверху на проект? Так он откажется, это признак адекватности. Если ты это сделаешь, он поймет, что ты пытаешься на нем навариться, и у тебя доллар в глазах. Соответственно, это первый признак того, что с тобой не надо работать, и все. Поэтому, как бы, даже и смысла тут нет никакого это делать. То есть, у тебя, как бы, условно один прайс для булочника какого-нибудь и для олигарха? Конечно. Я понимаю стоимость своей работы. То, что булочник, допустим, не сможет заработать, ну, на мне, скажем так, на моих услугах. Давай так, если я, допустим, делаю какой-то продукт, про дизайн я не могу просто говорить, потому что я считаю, дизайн в любом случае, ну, окупается. Не знаю, какую-нибудь консультацию, давай возьмем консультацию, да, допустим, там, мою. Ну, с другой стороны тоже, мне кажется, даже булочник, если у него бизнес, он может ее окупить. Допустим, он платит мне, там, 300 тысяч, это, там, годовое мое участие, консультации, все дела. Ну, то есть, скорее всего, там, большой долей вероятности он не совершит ошибок и в любом случае ему будет полезно, да. А для бизнесмена, у которого, там, не знаю, каждый месяц, каждую неделю получают по 300, да, это вообще, как бы, ну, еще лучше. То есть, я не могу сказать, что какая-то из моих услуг, она стоит дорого, ну, как бы, если ты применяешь, она даже стоит дешево. Но, допустим, если бы она стоила дорого, и булочник не может ей в полной мере воспользоваться, ну, неважно почему, в силу, допустим, ну, что у него там, ну, он не готов, допустим, работать или еще что-то, он, типа, инвестировал деньги, и они у него условно прогорели, ну, потому что он ничего не делал. Вот, ну, как бы, это может быть, моя-то работа от этого не изменилась, это его риски, потому что он не будет или не хочет работать, у него была возможность, ну, как бы, что я сделаю. Не вижу никаких причин, то есть, я даже не хочу об этом думать, ну, по сути, да, у меня есть понимание того, что у меня очень ценное предложение, ну, реально ценное, вот, и оно стоит, там, в разы меньше, в десятки раз меньше, чем приносит пользу. Поэтому я спокойно о нем говорю, не боюсь его продавать, оно, как бы, я должен его продавать, потому что это очень крутая штука, если человек применяет ее, соответственно, он только плюс получает. Я понял, спасибо. Слушай, мне нравится твоя концепция, что у тебя вот не просто консультирование, а так и долгосрочная работа, и мне кажется, что вот в такую консультацию я, в принципе, верю. А вот ты как-то отнуешься к консультациям, когда тебе платят просто за час разговора, и все, и ты за этот час даешь какие-то советы. Я считаю, что это плохо, потому что ты не можешь нести ответственность, ты не можешь понять ситуацию. А ты что думаешь? Давай определимся, смотри, что значит, ты не можешь дать, ты можешь за час, вот что такое стратегическая сессия, ты можешь за час объяснить человеку, по сути, стратегию его движения. То есть он может построить для себя стратегический план, но это не час делается, обычно это делается часа два, где-то вот такая вот у нас сессия. И почему это возможно? Ну, к примеру, как у меня сделано? У меня это система, которая состоит условно из семи модулей, можно там не мою брать, любую другую. То есть нормальная система развития бизнеса, она всегда примерно плюс-минус одинаковая. Вопрос в том, чтобы понять, где находится на данный момент человек, это снятие, анализ его, как у врача, допустим. Дальше понять, куда он хочет попасть, какие у него есть ресурсы для этого и насколько там он готов работать. Если он говорит, в целом нормально, у него есть ресурсы, есть время, есть деньги, чтобы там двигаться, у него цель разумна, то твоя задача, да, как консультант на этом этапе, сказать, дружище, тебе двигаться вот так, вот так, вот так. Вот такие инструменты тебе потребуются, вот такие навыки, вот тебе там такие-то книги почитать, изучить, внедрить, на такие-то курсы сходить, на мои, не на мои, на чужие, какая разница. То есть я вижу вот так. Если он к тебе приходит за таким советом, рекомендациям, то он видит, как бы в тебе эксперт, он видит, что твоя стратегия работает, скорее всего, ты сам ее подтверждаешь своими результатами, либо результатами других клиентов, студентов, либо своим применением в бизнесе. То есть я могу показать, у меня бизнес по дизайну работает, у меня работает, ну вот у меня есть факты, да, другие студенты работают, у них получилось. Как бы я не говорю, что, ну как бы у него точно сработает, он сам принимает это решение, он верит в том, что моя консультация будет ему полезна, а я точно знаю, что она будет полезна. Но я его не убеждаю, я говорю, хочешь попробовать, приходи, если ты пока сомневаешься брать целую программу, ты можешь купить вот эту полностью стратегическую сессию, заплатить, по сути, за мое время. Что я здесь делаю? Здесь я на этой стратегической сессии рассказываю, моя задача здесь показать ему, по сути, моя задача здесь продать ему мою дорогую программу. Почему? Ну, дорогую в плане, не в плане, что она там дорогая. Ах ты инфобизнесмен, а? Да, да. Вот, почему? Потому что это самое логичное решение. То есть, условно, заплатив 300 тысяч, да, сейчас, он сэкономит себе годы жизни, потому что я точно это знаю. Я на свою программу, потому что истратил 6,5 миллионов рублей, вот лично я, вот, я прям считал, у меня это стоило сколько-то. Как ты так потратил? Для того, чтобы разработать всю технологию, я, у меня был так называемый четверг, мы в четверг всей студии, там у нас было человек 7, наверное, да, мы, я полностью в течение года, даже где-то полутора освобождал всех от работы, и они занимались не проектами, а я оплачивал рабочее время для того, чтобы мы писали документы. То есть, у меня в студии, чтобы она работала, 150 документов по дизайну. Документов, шаблонов, инструкции, которые позволяют мне автоматизировать весь процесс и, в принципе, об этом уже не думать. Это и есть систематизация, которую нужно сделать в каждом бизнесе, ты хочешь из него выйти. Если ты не хочешь каждый день, там, ну, вот, сидеть, вот, я сейчас там сижу с тобой говорю, там, ребята работают там и удаленно, вот, это благодаря инструкции, которая сделана. Собственно, я и учу это делать. Стоит ли это 300 тысяч? Блин, да, это гораздо дороже стоит. Это, ну, сам понимаешь. Вот, просто я могу делать это на масштабе, да, и я могу, соответственно, людям снизить кост, вот, эту стоимость. Плюс, я же не просто им отдаю учебник, типа, иди внедрей. Я помогаю им получить эти навыки, которыми я сам обладаю, которыми я научился. То есть, моя работа на протяжении года будет с ними работать для того, чтобы у них были вот эти навыки. Вот такая история. Поэтому моей самой главной задачей, по сути, рассказать, как человеку двигаться на этой сессии, если он это хочет. И дальше он покупает продукт, либо не покупает, но, уверяю, он, не то, что уверяю, а, как бы, они сами говорят, что получили гораздо больше. Хотя у них есть полная ясность, что делать. Не обязательно покупать, они могут сами делать в течение двух, там, пяти, десяти лет, как угодно. Но у них есть хотя бы глобальное понимание, как можно двигаться правильно. Вот это основной смысл. Короче, в следующий раз, когда мы с тобой созвонимся, я принесу, у меня есть в лаборатории такая красная лампа, которая нужна для печати фотографий. Я буду зажигать ее каждый раз, когда будешь продавать свои курсы, чтобы все знали, что я и детектор инфобизнеса работал. Так я всегда продаю. Слушай, вот давай немножко вернемся назад. Это будет последний вопрос сегодня. Меня вот какой момент заинтересовал. Представим, что мы продаем книгу клиенту. Мы обсудили с ним, вот мы показали ему, какой результат будет. Он сказал, мне нравится, склевая книга, 100 тысяч готов за такое заплатить. Мы написали ему книгу, и он начинает придираться к ней. Но он придирается в таких вещах, которые в ТЗ трудно писать. К примеру, вот из моей практики клиент говорит, книга написана не моим голосом, я так не говорю. Хотя я писал ее с разговора с ним, то есть практически прямой речью. Да. Ну вот он уверен, но как его переубедить здесь? Никак, ты его не переубедить, ты должен снять эти возражения. Ну о чем это говорит? О том, что либо у тебя немного опыта написания книг, либо у тебя, когда есть опыт написания, ты не фиксируешь эти моменты и не систематизируешь их. Я бы тебе предложил, ну вот ты говоришь, продается, не продается. Вот я тебе просто сейчас расскажу. Вот у тебя ситуация, такая ситуация, скажем, спасет тебя многие часы твоего времени и нервов. По сути, твоя задача, когда ты делаешь продукты, ну вот книг ты уже несколько, допустим, написал, твоя задача систематизировать все возражения, выписать их в столбик, и по каждому возражению, ну собственно, понять, как ты можешь его обговорить вначале, и как его закрыть вообще. Поэтому, как бы я сделал, я бы заранее сказал, что смотри, дружище, перед тем, как мы начнем писать книгу, я тебе хочу предостеречь о следующем, что возможно там в процессе у тебя покажется, что там голос не подходит, да, тон не тот, я не так пишу, что-то не подходит. То есть ты ему все это дело проговариваешь с ним, с этим, и говоришь, как ты это решаешь, и говоришь, что это нормально, да, допустим, что обычно так. Либо давай сразу же сейчас выберем три стиля. То есть у нас есть в интерьере три стиля, которые мы можем дать клиенту, да, выбрать, допустим. А у вас может быть, допустим, в редактуре там тоже три стиля повествования, там, не знаю, какой-то веселый, там, невеселый, инфостиль, еще чего-то продающий. То есть твоя задача их заранее обсудить. И это часть твоего продукта, то есть ты просто тут не доработал, и не знал, что надо так делать, да, согласились, ты же не знал. Ну в целом да, я согласен. Ну вот, если ты был на сессии, на консультации, я бы тебе об этом сказал. Если бы у тебя была посвящена сессия продажи, включай свою красную лампочку, если... Слушай, нет, я не буду включать, потому что тебе бесплатная консультация. Да, если бы у тебя была сессия по созданию продукта, это одна из частей создания продукта, работы с возражением, ты просто о ней не знаешь. Я тебе говорю, ну как бы полезна же эта информация? Ну в целом да. Ну как бы сэкономил по-любому пятнашку уже. И сейчас ты должен сказать, что я должен ей пятнашку заплатить, да? Да, тебе было полезно. Я так и знал, блин, красная лампа перегорела, к сожалению. Да, да, да. Ну примерно такая история. Таких советов я могу на той же консультации, возвращаясь, сотню надавать за полтора-два часа. Это будет очень полезно. Хорошо, не сотню, ты загнул, наверное, но двадцать точно. Вот так. Я понял. А сколько, кстати, твоя консультация стоит? Ну, ты можешь озвучить это на видео? Я же сказал, пятнашку, конечно. Пятнадцать тысяч, да, сколько? Ну это вот час времени. Час времени, я понял. Хорошо, спасибо. Дальше там включается. Мне повезло отчасти. Мне повезло отчасти, потому что я придумал тебе видосы записывать, могу бесплатно об этом трепаться, но вам придется заплатить, извините, ребят. И, слушай, вот и последний мини-вопрос, и на этом закроем сегодняшнюю тему. А как ты считаешь, вот, допустим, есть клиент, он говорит, мне все нравится, в целом, типа, клевая книга. Он такой говорит, ну я что-то не знаю, в принципе, дорого, конечно, но в целом, как бы, ну ладно. А ты ему начинаешь тут слушать, а вот здесь может пойти не так, здесь, вот тут будут проблемы, здесь. А вот, типа, не испугнет это, он такой скажет, ты пошел ты в жопу, я, типа, ты решай эти проблемы, я тебе сотку плачу. А ты мне сейчас про них рассказываешь, ну зачем мне это знать? Да, все верно, потому что самая главная задача, когда ты продаешь какой-то продукт свой, твоя задача не продукт продавать, твоя задача продавать его ценность. То есть первое, ключевое, это создание гиперценности какой-то определенной. Вот, соответственно, ты ее не создал, в чем может быть гиперценность? Типа, с книгой, зачем ему книга-то? Зачем книгу человека? Вот зачем он заказывает книгу, давай подумаем. Не, погоди, смотри, вот ты сейчас начинаешь уже обсуждать детально задачу, а мы до этого говорили, что у меня, типа, условно, прайс есть, что он мне сотку платит, и ты ему вообще волноваться не надо. Прайса недостаточно, прайса недостаточно, нужно еще суперпредложение сделать какое-то ему, для чего он книгу пишет. То есть книгу он пишет либо там себя, потешит свое там самому. Либо друзьям подарить, скажем, писать. Либо так, да, то есть это там получается социальное признание, либо он хочет денег заработать. Вот, соответственно, тебе твоя задача в описании, да, показать ему, как он кайфанет, условно, если он, ну, как бы, что эту сотку по-любому стоит, да, что вот его удовольствие показать им прям картину нарисовать. Либо это сложно, да, это больше психология работает. А в деньгах и с бизнесом очень просто. То есть, что, типа, ты вложил сотку, вытащил миллион. Вот с Васей, Петей и Машей мы уже сделали. Маша вложила сотку, вытащила 300, Петя вложил сотку, вытащил миллион, а там Вася вложил сотку и чуть не потерял все. Но с моей консультацией, с твоей еще, да, допустим, ты говоришь, я подсказал ему, как делали другие мои клиенты, и он заработал 500, а чуть не потерял вообще все. И ты говоришь, в книгу входят дополнительно мои консультации, твои, которые помогут вам заработать от 300 до миллион гарантированно, как бы, на опыте этих клиентов. Понимаешь суть? То есть, ты можешь расширить эту книгу своими дополнительными консультациями, как это монетизировать. Ты не берешь ответственность, что, типа, она стопудово сработает. Ты говоришь, вот у трех людей сработал, ты можешь с ним созвониться, да, ты же не обманываешь, ну, как бы, надеюсь. Я, например, никого не обманываю. Вот телефоны, вот, как бы, мои эти самые клиенты, позвони им и спроси у них, как получилось. Вот, и, а я знаю, как это сделать, у меня много таких клиентов, я помогу тебе в твоем, получается, ну, деле. Вот так ты можешь увеличить стоимость, там, своей книги. К примеру, ты же со мной долго работаешь, ну, как бы, по каким-то задачам. Вот я тебе уже много чего наговорил. То есть, твоя, по сути, задача, как-то это систематизировать, поверить, и новым клиентам, которые приходят, просто говоришь, я, допустим, помогу. Либо ты можешь им продавать мою консультацию за тридцатку, например, а дальше мы с тобой там поделим прибыль. Все, мне тут должны две лампочки, кажется, уже одна уже не срабатывает. Ладно, хорошо. Слушай, давай закончим небольшим блицем. Опять будут три вопроса, нужно быстро отвечать. У меня, кстати, он клиент там на консультацию. Что, клиент сидит там? Да, ждет на консультацию. А, понял, понял. Хорошо. Первый вопрос. Ты когда-нибудь сам платил людям за консультацию? Конечно. Как ты будешь давать консультацию, если ты не понимаешь, как это устроено, как это работает? Естественно. Это было самое лучшее, кстати, решение. А сколько ты максимально платил? Ну, я в коучинг записывался, я платил 180 тысяч. Вот. А за консультацию я платил максимально за единичную, за полчаса 30 тысяч. А что это было за консультация? Это была консультация, когда я создавал свой первый продукт, дизайн интерьера, курс. Как бы я не знал, как его делать. И, ну, как бы, если бы я не проконсультировался, вот эти 30-ку, то есть, мне было, то есть, тогда это было 1000 долларов. Ну, как бы, как, это, ну, это давно было. Вот. И если, я думал, что я все знаю, и я сделаю офигенный курс. Но я не хотел рисковать, я, потому что курс мне делал где-то было, ну, наверное, ну, не знаю, 4 месяца. Вот. Я думаю, ладно, рискну, возьму. И хорошо, что я это сделал, потому что мне объяснили, как надо там создавать программу. Ну, я просто этого не знал, да. И мне объяснили, как это делать правильно. И в итоге я его делал там не 4 месяца, а за месяц. И он у меня получился гораздо круче для людей, не для меня, а для людей, чем, как бы, я бы делал сам. Я вообще не туда шел. Я думаю, как же хорошо, что я вот пошел на консультацию. Конечно. Окей. И последний вопрос. Сколько максимально с одного клиента ты зарабатывал? Речь про обучение, про консультацию, про образование в сумме. Ну, максимальный у нас пакет был около миллион двести у нас был где-то так. И что у него входило? Что сошли за миллион, за болтологию заплатить? Нет, нет, нет. Это создание студии под ключ. То есть мы разрабатывали документы под клиента, именно под его компанию, под его бизнес индивидуально. Вот это заняло у нас 3 месяца. И как бизнес заработал у него? Да, у него строительная тема, ну, как бы, он дизайнерский отдел открывал, да. И он, типа, прибыльный и все могло? У него и было все прибыльно, все отлично, да, собственно, как бы, он добавлял. То есть у нас клиенты, у которых, которые платят достаточно, они, у них и так все хорошо, они, как правило, открывают отдел. Еще одни клиенты были, у них стоило меньше, то есть там, они без консультации брали, они просто документы брали для того, чтобы, ну, и там пару консультаций для того, чтобы открыть себе отделение. У них был и есть сейчас мебельный бизнес, очень успешный, и они теряли клиентов, потому что им нужно было дизайнеров отдавать. Короче, они своих клиентов отдавали чужим дизайнерам. Те дизайнеры делали им проекты, вели свои салоны. Они не хотели терять клиентов, соответственно, они хотели открыть себе компанию по дизайну. Ну, как бы, а как открыть компанию по дизайну? Конечно, выгоднее 600 тысяч заплатить, чем вообще с нуля пытаться это делать. Ну, как бы, это просто выгодно, тупо экономически. Вот, поэтому, ну, не дураки, это все покупают. Ясно, спасибо, клево. Ну, слушайте, миллион 200 за открытие бизнеса, особенно прибыльного, по-моему, нормально окупилось, короче, так что все. Да нет, конечно, это всем выгодно. Бывает просто, как бы, воду льют, это да, фигня, но если, там, можно же посмотреть, там, документы, материалы, предварительно, как бы, все это дело оценить и посмотреть видео, там, я кучу всего записываю. Хорошо, спасибо. Спасибо. У меня больше нет вопросов, это видео появится на канале Станислава Орехова, подписывайтесь, пожалуйста. Если вам понравилась, лучшую благодарность отправьте его друзьям, чтобы больше людей о нем узнали, больше людей подписались, соответственно, всем было польза. Спасибо, Станислав. Спасибо, Сергей, да, было весело, интересно, до новых встреч. Пока.